Здесь есть или нет? Я не вижу вообще. Вон! Нет ничего. Отсутствие уличного освещения между 52-й школой и домом номер 52 по улицу Ульяновская беспокоит многих жителей. С наступлением сумерек по дорожке длиной около 200 метров приходится идти буквально на ощупь. Наболевшие проблемы пензенцы поделились с активистами Общероссийского народного фронта. Они уже не раз обращались за помощью в администрацию Октябрьского района, но в местной мэрии их не слышат. Они говорят, это не наше, это к школе все вопросы. Школа, то есть отфутболивает муниципалитет. Мы вот все возмущаемся, не только я. В школе, вот, родительское собрание. Первый вопрос, когда будет фонарь, когда будет освещение. Дети, потому что ходят у нас, ну, не один ребенок ходит, и у нас вот здесь темнота идет. Вот мы идем скрозь вот до первого подъезда, вот когда вот сейчас чуть стемнеет. Здесь просто идешь вот на дровном месте, можно просто, извините. Три года назад Общероссийский народный фронт запустил масштабный проект «Дорогу в школу». Он направлен на выявление и ликвидацию опасных участков возле образовательных учреждений. И эта территория тоже нуждается в обустройстве. В темноте вот этой пройти, тут, как правильно сказали, ноги переломать, да. То есть в любом случае это обращение муниципалитет последует от территории Октябрьского района, то есть в администрацию Октябрьского района, проинформируем управление образования. То есть пусть они разберутся, чьи это столбы, и, в общем-то, за свою школу, наверное, за свое учебное заведение походотайствуют. Эту проблему в региональном отделении ОНФ намерены взять на контроль. По словам Вадима Матюшина, будут предприняты все усилия, чтобы уже в этом учебном году здесь появились уличные фонари. Около школ надо, чтобы были освещены. Ну, это же школа здесь. Вот, надо, чтобы было освещено.